Группа депутатов Госдумы, в том числе глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн и зампредседателя Думы Ирина Яровая подготовили поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. «Мы предлагаем отнести к одной из форум реабилитации нацизма публичное распоряжение заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ и установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана ВОВ и за оскорбление памяти защитников Отечества», – пояснила Ирина Яровая. Поправки внесут ко второму чтению в законопроект об исторической памяти, принятый Госдумой в первом чтении 10 февраля. Накануне родственники ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, который был потерпевшим в деле против оппозиционера Алексея Навального о клевете, сообщили о своём недовольстве исходом этого процесса. Основатель фонда борьбы с коррупцией только продолжил глумиться над пожилым человеком, сочла дочь Артёменко Елена. От оппозиционера семья ветерана, по её словам, ожидала извинений, но, к сожалению, этого не произошло, – констатировала Артёменко. Вместо этого Навальный решила, она продолжил оскорблять Артёменко и всю семью. Также из его уст неоднократно звучала новая клевета, иначе никак не назовёшь его бесконечные утверждения в нашей финансовой заинтересованности. От процесса подчеркнула дочка ветерана, поэтому удовлетворения приговором у родных Артёменко нет, – заверила она. Будет ли сторона обвинения? Подавать апелляцию на решение суда Елена не уточнила. Заметив только что иск на возмещение морального ущерба, её папа не подавал. Он требовал лишь принести извинения за клевету и оскорбление, – добавила она. Дело о клевете на ветерана завели против Навального летом 2020 года. Поводом для него послужили заявления оппозиционера о причастных к съёмкам пропагандирующего поправки Конституции ролика «Арти». О них основатель ФБК отозвался как о предателях и халуях. В видео снялся признанный потерпевшим Игнат Артёменко. После высказываний Навального ветерану, по словам его внука, стало плохо. Возбудить против Навального дела из-за того первым тогда потребовал созданный по инициативе президента Владимира Путина Общероссийский народный фронт. Навальный тогда заметил, что это производство появилось как раз в момент, когда у него заканчивался условный срок по делу Кировлеса. Во время судебных заседаний по делу о клевете оппозиционер не раз говорил, что семья Артёменко, по его мнению, манипулирует ветераном и использует его в своих различных целях. По делу о клевете на ветерана суд вынес Навальному штраф в 850 тысяч рублей. Помимо этого судья попросил следственный комитет проверить высказывания оппозиционера во время этого процесса. Из-за них на основателя ФБК хотят завести ещё одно уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти. Это производство может грозить Навальному переводом из колонии общего режима в колонию строгого режима.